Здравствуйте! Давайте начнем нашу лекцию. Меня зовут Антон, фамилия Чудин. Лекция у нас будет называться «Йога для начинающих». Начнем, наверное, с основолагающих вещей. Вообще йога с виду может показаться таким достаточно экзотичным инструментом, можно так сказать, саморазвития. Тем не менее, если копнуть поглубже, то без труда можно обнаружить, что йога и ведическая культура, они очень, скажем так, родственны тем народам, которые проживают на территории России. Почему? Это очень просто проверить по названиям рек, по названиям озер. Вы можете без труда, в принципе, самостоятельно взять карту, посмотреть карту севера. Лучше, конечно, взять какую-нибудь карту постарея, которая еще не прошла, так сказать, фильтрацию у современных географов, топонимиков. И без труда сможете увидеть там названия рек, таких как Ганга, к примеру, ручьи различные, там Падма, Ганеш, Сухана, например, есть такая речка, которые с русского языка перевести достаточно трудно. Но если мы возьмем санскрит, санскрит это брахманский язык, тот язык, который до сих пор еще сохранен именно в брахманской среде. Такие брахманы, это священнослужители в Индии, в брахманской среде в Индии. Соответственно, есть различные ученые, исследователи, которые доказывали, что санскрит и русский язык, они очень-очень родственны. Есть такая, была, вернее, такая очень хорошая исследовательница Жарникова Светлана. Слышали такой? Вот рекомендую вам ознакомиться с ее трудами, не только с видеолекциями, но и с книгами, которые она выпускала, с работами, которые она делала, в которых она приводила достаточно большое количество примеров родства санскрита, этого брахманского языка, и русского языка. Также она приводила примеры одноименных названий рек у нас на севере и в Индии. Есть также очень хорошая книга Дурга Прасадшастрия, нет, не Дурга Прасадшастрия, а Пал Гангадхар Тилак. Написал ее Арктическая Родина в Ведах. Также рекомендую вам хотя бы пролистать, посмотреть эту книгу. Он, это индус, брахман, он в этом своем труде приводит примеры того, почему в тех писаниях, которые сохранились на территории Индии, речь идет именно о севере, о территории нашей страны. А есть также еще один исследователь, именно санскрита, санскритолог, это Дурга Прасадшастрия, не знаю, жив ли он сейчас, вряд ли уже, наверное, который приезжал к нам в Россию, и он буквально через два дня смог говорить на русском языке, не говорить, вернее, а понимать русский язык, то есть без переводчика. То есть настолько человек, скажем так, видел родство между русским языком и санскритом. Вот эти вот вещи, факты, они свидетельствуют о том, что йога не чуждый для нас инструмент саморазвития, что ведическая культура – это крайне-крайне близкая такая тематика, которая, на мой взгляд, имеет право к изучению. Соответственно, скажите, пожалуйста, вот многие из вас поднимали руку, что вы занимаетесь уже йогой более полугода, кто-то больше года уже даже занимается. Замечали ли вы, что, начав заниматься йогой, у вас в жизни начали происходить события, ну, кардинально, скажем так, отличающиеся от тех, которые были до того, как вы начали заниматься йогой? Есть такие? Есть? Поднимите, пожалуйста, руку, что почти полный зал. То есть, ну, факт, это действительно, это не придумано йогами, что вот именно у нас хорошо. Знаете такое? Часто очень люди тянут одеяло на себя, что вот только у нас хорошо, что вот именно наша система, она самая лучшая, она там самая прекрасная, а у всех остальных плохо. У всех остальных неплохо, каждая система саморазвития, она по-своему нужна для определенного слоя тех людей, которые ее изучают и практикуют. Но йога – это действительно очень мощный инструмент по развитию как физического тела, так и духовной составляющей, как тонкой оболочкой, так и вообще вашей души в целом. Почему происходят изменения, когда люди начинают заниматься йогой? Как вы думаете? Почему? Почему начинаются изменения? Вот вы, ну, большая часть зала подняли руки. Меняется энергия, трансформируется, уровень сознания поднимается. Хорошо, каналы очищаются. Хорошо, а за счет чего это происходит? За счет чего происходит изменение в энергии, за счет чего меняется событие? А за счет чего? За счет, понятно, блоки там проходят в энергетических каналах. А? Дыхание? А еще какие есть варианты? Что именно вот в йоге, вот что нужно делать в йоге? Асаны, вот в асане что нужно делать? Аскеза, совершенно верно. Что такое аскеза? Аскеза – это принятие, добровольное принятие некого дискомфорта, так ведь? То есть дискомфорта в тех или иных упражнениях хатха-йоги. Аскеза – это такое фундаментальное понятие, без которого, естественно, йога будет гораздо-гораздо менее эффективна, чем ежели бы вы знали о том, что такое аскеза. Аскеза – это, еще раз повторюсь, добровольное принятие до некоторой степени разумного дискомфорта. То есть тут можно тоже по-разному к этому относиться. Некоторые очень рьяно относятся к аскезе и прикладывают чрезмерные усилия. Я, в частности, когда начал заниматься хатха-йогой, прикладывал очень большие такие усилия в освоении асаны. Такой был жесткий достаточно подход, кшатрийский, можно так сказать. Но на моем опыте я могу сказать, что если такой подход вы будете осуществлять, то велика вероятность получения травм. Травма – это неплохо. Нельзя сказать, что вы получили травму, это ой, как страшно. Если вы получите травму, то ваша практика хатха-йоги прервется на некоторое время. Если ваша практика хатха-йоги прервется на некоторое время, что произойдет, как вы думаете? Откат в практике будет, совершенно верно. То есть вы, скажем так, в гибкости потеряете до некоторой степени, скорее всего, и энергия ваша изменится, ввиду того, что вы не будете, скажем так, прикладывать к себе усилия в асанах именно. Асаны очень важны для современного человека. Почему? Потому что, к сожалению, в наше время сейчас такие тенденции в обществе преобладают, которые тяготеют, можно так сказать, человека в морог. То есть это нижние чакры, нижние энергетические центры. Я постараюсь максимально просто объяснить. Когда человек предается каким-то пагубным, скажем так, привычкам, к примеру, алкоголь, табак, наркотики, страсти какие-то, переедает чрезмерно, секс у него безудержный у такого человека, что тогда происходит с энергетикой данного индивида? Происходит заземление, если можно так сказать. Начинают быть активные нижние энергетические центры. Это Муладхара чакра, то есть это самый коренной центр, основополагающий, который ответственный за здоровье, к примеру. И Садхистана чакра. Это вторая чакра. Половая, ее часто очень называют. Она отвечает за все половые дела и выделительные функции. Так вот, когда задействуются вот эти нижние энергетические центры, то активизируется Апанавай. И почему йоги стремятся, скажем так, это Апанавай развернуть? Дело в том, что эта энергетика, она, ну, можно так сказать, заземляет ваше сознание. То есть ваше сознание становится приземленным, и вы уже не можете рассуждать на более какие-то духовные вещи. Поэтому очень важно в своей практике йоги заниматься регулярно асанами. Есть такое понятие, вот именно каноническое, можно так сказать, это Апхиаса. Апхиаса, слышали такое? То есть это регулярность практики. Сколько регулярность, что такое регулярность? Сколько, вы думаете, нужно заниматься асанами в неделю? Вот давайте, три раза. Каждый день. Каждый день. Ну, есть разные, так сказать, мнения на этот счет. Кто-то говорит, ну, у нас будет там один день выходной, воскресенье, и может быть, когда луна совпадет, еще один. Это вот в аштангавиньяса йоги такое есть. Но разумно ли это для современного человека, наверное, сказать трудно. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, сколько следует заниматься хатха-йогой. Для меня, к примеру, для того, чтобы уровень гибкости у меня повышался, мне нужно заниматься асанами три раза в неделю. Если занимаетесь два раза, именно выкладываясь в полную силу по два часа, то, по крайней мере, не будет деградации. То есть, если я занимаюсь два раза в неделю, то уровень гибкости у меня не ухудшается, но и не увеличивается. Соответственно, вы каждый можете самостоятельно для себя решить, сколько нужно заниматься йогой. На начальном этапе два-три раза – это отлично. И затем вы сможете уже накопить опыт. Достаточно для вас три раза или нет. Если для вас мало три раза, пробуйте заниматься четыре. Но, опять-таки, чистить с количеством асан не стоит. Занятием асан не стоит. Почему? Дело в том, что через некоторое время, если вы начнете регулярно-регулярно заниматься упражнениями хатха-йогой, то это вам может надоест. Это, опять-таки, будет плохо. Если вам это надоест, вы бросите это. Лучше золотой середины придерживаться, выбрать для себя какое-то разумное количество нагрузки в неделю и практиковать. Соответственно, с чего вообще лучше начать свой путь в йоге? Многие ребята поднимали руку, что йогой они вообще занимаются впервые, или только-только о ней узнали. С чего бы я начал заниматься йогой? Естественно, начал бы заниматься асанами, то есть ходить в зал кому-либо, либо заниматься онлайн. У нас сейчас такая есть возможность. То есть с понравившимся преподавателем можете заниматься, не выходя из дома. И начал бы практиковать шаткармы. Найдите какой-либо семинар в Москве у нас на сайте на тему шаткарм. Запишите, если вы первый раз услышали это слово. Шаткармы. Шаткармы – это очистительные методики йоги, именно йогические очистительные методики, которые позволяют в начале вашего пути, ну скажем так, резко увеличить продуктивность тех упражнений, которые вы будете выполнять. За счет чего? Шаткармы – это специфичные методики, которые йогами практикуются для очищения тонкого тела. То есть на самом деле тело, как правило, по крайней мере, не гнется ввиду именно закрепощений на уровне энергии. А именно шаткармы, они достаточно жестко, можно так сказать, влияют на тонкую оболочку. Соответственно, если вы в начале своего пути в хатха-йоге освоите шаткармы какие-либо, вот какие, на мой взгляд, шаткармы в первую очередь следует выполнить, начав заниматься йогой? Естественно, шанка-пракшалана. То есть шанка-пракшалана – это очищение кишечника, йогическое очищение кишечника. Почему нужно очистить кишечник? Кишечник – это наш дренаж, то, где скапливаются все шлаки, которые накопились в течение вашей жизни. Естественно, у нас жизнь, большинство, скажем так, людей протекало до йоги, неблагостно, можно так сказать, вы питались, скорее всего, мясом, убойной пищей, а все это зашлаковывает наш организм, заземляет его. Для того, чтобы очистить кишечник и дать организму возможность очищения, то есть начать, чтобы организм смог начать очистительный процесс, нужно выполнить шанка-пракшалана. Если ваш кишечник будет чистый, то есть у современного человека до такой степени кишечник зашлакован, что его тело не способно выполнять естественные функции очищения. То есть в теле, на самом деле, в нашем теле физическом, есть уникальные свойства. То есть оно способно само себя восстанавливать, оно способно само себя лечить. Ему нужно лишь дать такую возможность. К примеру, что к такой возможности относится? Это однодневное голодание. Слышали об икадышах когда-нибудь? То есть это егические голодания. То есть это не то, что не какая-то жесткая такая практика. Это один день вы лишаете себя, скажем так, не лишаете себя, это будет нехорошо звучать, даете себе возможность. Даете себе возможность не поесть, даете возможность своему организму, желудку, кишечнику отдохнуть. Вот когда я дискутирую с людьми, которые никогда не голодали, и которые какой-то скепсис проявляют по поводу голодания, я привожу такой очень хороший пример, на мой взгляд. Я спрашиваю, вот хорошо, сколько вы трудитесь в неделю? Сколько дней, как правило? Ну, все говорят, как правило, пять. То есть в Москве большая часть людей в офисах работает, в основном. И все утверждают, что вот пять дней они работают, два дня отдыхают. Я говорю, хорошо, ну почему тогда твой кишечник и желудок должны на тебя трудиться семь дней в неделю? Логично ведь, так ведь? Хорошо, дай ему хотя бы отдохнуть два раза в месяц. Это не так много. Вы отдыхаете сколько дней в месяц? Восемь дней. А кишечнику и желудку нужно отдохнуть хотя бы пару раз в месяц. То есть за счет этого, на самом деле, вреда никакого здоровья не будет. Наоборот, одна только польза будет. Рекомендую узнать, что такое икадыши и голодать в эти дни. То есть хотя бы на воде, то есть это вполне допустимо. Но очищение следует начать с шанка прахшаланы, то есть не с икадыши. Это очень важно. Если вы начнете пробовать эти икадыши делать, то, скорее всего, вас будет мутить. То есть голова будет кружиться, вам будет плохо. Поэтому, почему возникает такая ситуация? Потому что те токсины, которые в кишечнике скоплены, они влияют очень сильно на вас, то есть в период голодания. Поэтому сначала очищаем кишечник, потом только начинаем пробовать эти однодневные голодания. На мой взгляд, эти икадыши крайне способствуют практике хатха-йоги, крайне способствуют. И на своем опыте я голодаю в икадыши уже, наверное, лет, еще даже больше, чем йогой занимаюсь, лет 7-6, вот 7, наверное, лет. И на мой взгляд, это крайне позитивная методика. Я рекомендую ее использовать. Хорошо. Также мы аскезу с вами затронули уже немножко. По поводу аскезы, что бы я хотел еще добавить. За счет чего возникает изменение в жизни? Изменение в жизни. Когда вы практикуете асаны, и у вас возникает дискомфорт в вашем теле, происходит очищение не на физическом уровне, а на тонком уровне. За счет чего? Когда вы испытываете дискомфорт в асане, к примеру, сегодня выполняли какое-либо упражнение, и вот вам трудно. Если вы даете себе установку, но я потерплю немного, то есть потерплю определенную аскезу, именно в этот момент происходит расширение энергетических каналов, то есть они расширяются. И те токсины, шлаки, блоки в ваших энергетических каналах, они рассасываются. В этом суть. То есть вы таким образом очищаете свою энергию. Также есть в классических текстах йоги. Если вы занимаетесь именно асанами, если вы испытываете аскезу, то меняется ваша карма. Что такое карма? Карма вот что такое? Действие, да. То есть очень часто говорят, карму связывают с судьбой. Ну, немного разные понятия, потому что карма – это именно действие. То есть любое действие, которое вы совершаете с привязанностью, это действие вам вернется обратно. То есть если вы по отношению к этому миру проявляете себя благожелательно, скажем так, живете по совести, то и в этом мире, в этой жизни и в последующих жизнях вам это все будет возвращаться. То есть те события, которые сейчас происходят в вашей жизни, они, как правило, связаны с вашими прошлыми поступками, с вашей прошлой жизнью. Возможно, у кого-то это связано с его текущими делами, то есть ему так карма быстро возвращается. То есть его действия не возвращаются. То есть это простое русское. Как ударишь, так и получишь. Тем же концом по тому же месту. То есть есть такая поговорка. Соответственно, когда вы занимаетесь аскезой, вы, можно так сказать, нивелируете те последствия, которые могли бы в вашей жизни проявиться. Какие асаны в классических текстах описаны как наиболее эффективные для именно переработки негативной кармы? Кто-нибудь знает? Подмассанность, совершенно верно. То есть действительно, если вы прочтете такой классический труд, который я всем рекомендую прочесть, это хатха-йога-прадипика. В месте, где упоминается подмассана, где она передается от учителя к ученику, Сватварама говорит, что человек, ягин, который осваивает подмассану, для тех, кто не знаком вообще с этой асаной, это вот такое положение. То есть когда вы две ступни кладете на бедо и перекрещиваете ноги. Когда вы осваиваете вот это положение и стремитесь освоить его, и некоторое время в нем пребываете, считается, что происходит наиболее, ну скажем так, эффективное очищение вашей кармы. На самом деле, это может только с виду показаться, что это просто. По факту, далеко не просто, далеко не просто. Что нужно сделать, чтобы освоить вот такое положение? И хотя бы там полчастика в нем сидеть. Заниматься йогой, это понятно, да. Но нужно заниматься йогой. Но какое именно направление раскрывать в своем? Тазобедренные суставы, совершенно верно. То есть нужно раскрывать тазобедренные суставы и выходить в это положение не за счет коленей, то есть не тянуть там себе ногу. Вот так вот. То есть если вам больно уже в этот момент, если у вас начинает болеть колени, вам лучше такое положение пока не осваивать. То есть нужно трудиться над своими тазобедренными суставами, суставами, выбрать для себя комплекс хатха-йоги, который направлен на раскрытие тазобедренных суставов у нас на сайте, на сайте ОУМРУ. Вы сможете без труда в разделе видео, в разделе практики йоги найти для себя комплекс упражнений, который будет позволять раскрывать тазобедренный сустав. Когда вы... Что задействуется в подмассовании еще помимо тазобедренных суставов? Голеностопы, так ведь? То есть голеностопы тоже нужно раскрепощать. И в принципе в практиках на освоение подмассованы идет раскрепощение на голеностопы. Голеностопы можно раскрепощать, пребывая некоторое время в ваджрасы. Ваджрасы – это вот такое положение, продемонстрируем, то есть когда вы находитесь на голеностопах. И некоторое время терпим это положение, но опять-таки дискомфорт должен быть разумный. Таким образом вы раскрепощаете голеностопы. Соответственно, основные моменты освоения подмассаны я вам рассказал. Подмассана осваивается не только ради достижения дискомфорта и очищения кармы. В подмассане выполняются наиболее эффективно пранаямы, о которых вам рассказывала Настя, о панасате пранаямы. Если вы прочтете у нас на сайте, обязательно зайдите и наберите в поиск сутта, С-У-Т-Т-А. И там найдете на панасате сутту наставление учителей Тхиравады. Вот почитайте, там они об этом как раз упоминают, что подмассаны, подмассаны, подмассаны. То есть рекомендуется осваивать подмассану. Естественно, это положение не сразу, скажем так, дается. И не переживайте, если пока трудно осваивать. Постепенно у вас это будет получаться. Большинство из вас заметило, что хатха-йога, она привносит в жизнь очень позитивную составляющую. И наверняка многие из вас бы хотели задержаться на пути йоги, так ведь? То есть наверняка многие из вас через 5 лет хотели бы заниматься йогой. Для того, чтобы остаться на пути хатха-йоги, на мой взгляд, следует применять некий комплекс мира. Нужно сформировать в первую очередь для себя правильные намерения. Правильные намерения. Что это за правильные намерения? Расскажу вам буквально вкрасно о... У нас есть еще 5 минут, думаю, будет познавательно. И покажет наглядно, как влияет правильное намерение на жизнь. Достаточно непрезентабельная история о моей жизни. Лет, наверное, 9 назад, когда был кризис, помните, в 8-м году такой был, финансовый, не было работы. И мне приходилось работать на очень тяжелых условиях у себя на родине. Я родом с Башкирии. Я работал на молокозаводе грузчиком. То есть примерно в течение года мне приходилось это делать. То есть я работал до этого системным администратором. И мне пришлось, так сказать, потому что не было негде было трудиться, а семью кормить надо было. И я работал в течение года на молокозаводе, грузил молоко. Соответственно, я понимал, что, наверное, это благое дело, потому что молоко... Ну, то есть на тот момент я понимал, что это хороший продукт, а молоко действительно было очень хорошим. То есть не химоза какая-то, не сухое молоко. Я тогда понимал, что, наверное, я, так сказать, послан сюда, то есть в наказание какое-то. И труд был очень, можно так сказать, адский. И работал я с такими людьми, которые, ну, мягко говоря, приземлены, скажем так. То есть один парень был там из Чечни, то есть он в Чечне воевал там, другой парень, примерно такого же калибра, в общем, парнишка. Довольно жесткие ребята были. И я понимал, что я сюда послан для того, чтобы отработать некоторую карму, которая у меня накопилась. Тогда я еще не занимался йогой, но знал о такой мантре, как мантра Ом. Знаком был с физическими немного писаниями. И когда я помню, что осознал, что для меня вот это событие, для меня вот эти события, они даны неспроста, что мне нужно осознать некоторые вещи, я тогда понял, что... Хорошо, я понял, я понял, что для чего вы меня сюда послали, можно так сказать, для чего мне это нужно. Но я тогда сформировал в себе намерение такое, что я могу сделать для этого мира больше. То есть я понимал, что у меня есть знания, умения, которые в этот мир могут принести больше позитива. Соответственно, буквально, как только я сформировал вот такое себе намерение, служить этому миру, буквально через несколько там дней мне позвонили с Москвы, сказали, дружище, приезжай назад, вот мы тебя заждались, у нас вновь вакансия открылась. Я приехал и из грузчиков опять вновь системным администратором стал. Поэтому, как, на мой взгляд, сохранить именно свой путь в йоге наиболее длительное время? Нужно избрать для себя стезю, которая будет помогать этому миру. Вот постарайтесь это запомнить. Найдите для себя такое дело, которое бы помогало этому миру развиваться. То есть нужно развернуться лицом к миру и перестать быть раковой клеткой, и начать созидать, начать приносить благо этому миру. И тогда ваш путь в хатха-йоге будет, ну, возможно, на протяжении всей жизни и в последующих жизнях вы обязательно встретитесь с этой йогой. Естественно, мы рекомендуем знакомиться с курсами преподавателей, которые у нас проводятся, и становиться преподавателями. На этом моя лекция завершается. Благодарю. Ом.